Жители Солигорского района осудили на реальный срок лишения свободы и конфисковали два автомобиля. Мужчина несколько раз попался в нетрезвом состоянии. Летом 2021 года мужчина попался сотрудником ГАИ нетрезвым за рулем. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что данный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. В ходе проведения разбирательства по данному обстоятельству, по которому он был задержан, фактически он отказался от прохождения освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. И по данному факту было возбуждено уголовное дело, поскольку у него опять же имеется непогашенная судимость за такие же действия. По части 2 статьи 317 прим Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за повторное управление транспортным средством лицом ранее уже судимого по аналогичной статье. Через 15 дней этот же человек вновь попадается инспектором с признаками алкогольного опьянения, а в нашей стране за повторное нахождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность. Тем более, как выяснилось, это далеко не первый раз, когда мужчина нетрезвым садился за руль. Государственным винителям было предложено назначить наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года лишения свободы, создание наказания в колонии строгого режима, поскольку ранее уже осуждался к реальному наказанию в виде реального лишения свободы. Кроме того, было предложено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься действенностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет. Что хотелось бы отметить, что транспортные средства, которыми управлял в момент, когда был задержан обвиняемый, они были конфискованы, как одно, так и второе транспортное средство. Кроме того, мужчина нуждается в принудительном лечении от алкогольной зависимости. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленные законом сроки.